Рак не приговор, уверена Анастасия Великанова. Страшный диагноз ей поставили в прошлом году. Побороть болезнь девушке удалось. Сейчас Анастасия проходит реабилитацию в областном онкоцентре. Рассказывает, увидев заключение врача, была в шоке. Но вскоре поняла, главное в трудной ситуации не опускать руки и не оставаться наедине с собой. Когда заболеваешь, много переоценивается. Это также отношения некоторых людей. Я пересмотрела, когда заболела. Кто-то остался, кто-то исчез из моей жизни. Я хочу сказать спасибо всем, кто был со мной рядом. Медики уверены, половина успеха в борьбе с онкологией в руках пациента. Важно настроить его на выздоровление. Для этого в онкоцентре работают медицинские психологи. Их задача – дать человеку силы, чтобы победить рак. Раньше, когда-то давно, считалось, что пациент такой пассивный участник, и от него мало что зависит. Сейчас приходят люди к тому, что многое зависит и от пациента, и от настроя его, и от того, что он сам делает для того, чтобы лечиться. То есть, насколько он может помогать врачу. На вооружении врачей авторские методики. Стресс снимают музыкой и сеансами арт-терапии. Первое, что терапевт просит сделать пациента – нарисовать свое эмоциональное состояние. В данном случае цвет не имеет никакого значения. Все дело в образах. Порой даже непонятно сразу, что изображено на бумаге. Это необходимо для того, чтобы человек познакомился со своим состоянием. Это уже первый шаг на пути к выздоровлению. В Самарском областном онкоцентре на учете стоят более 80 тысяч человек. В основном у них рак кожи и кишечника. Несмотря на то, что болезнь молодеет, большинство пациентов онкоцентра – люди за 50. За последние годы в регионе смертность от рака снизилась. В том заслуга самарских врачей. Почти две трети пациентов у нас сейчас появляется в первой и второй стадии заболевания. Весь комплекс мероприятий, начиная от диспансеризации, профилактической работы, активной работы, в том числе онкологической службы области, она привела к тому, что мы не только улучшили качественные показатели, но и позволили сохранить жизнь наших пациентов, жителей Самарской области. Чтобы лечение пациентов было эффективнее, обучающие семинары проводят и для врачей. Это нужно и для того, чтобы не допустить так называемого профессионального выгорания. В день, когда во всем мире обращают внимание на проблемы больных людей, в Самарском онкоцентре прошла научная конференция, посвященная особенностям палеотивной помощи, то есть тому, как, прибегнув к медицине, облегчить страдания безнадежному пациенту. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.